Иван Крылов широко известен как баснописец, поэт, русский публицист, издатель сатирико-просветительских журналов, а также как автор 236 басен, собранных в 9 сборников. В этом году исполняется 250 лет с дня рождения баснописца. Посвященной этой дате в Кочегу имени Умара Алиева прошла региональная научная конференция творчества Крылова в контексте мировой и отечественной традиции. Это прекрасная дата, которая позволяет нам снова прикоснуться к его творчеству, к его басням, которые очень функциональны в наши дни. То, что было сказано еще в XIX веке, продолжает жить. От лица ректора поприветствовал участников и пожелал плодотворной работы проректор по научно-исследовательской работе КЧГУ Сергей Умарович Пазов. С инициативой провести такое мероприятие выступил комитет Карачаева-Черкесского регионального отделения КПРФ. Пройти эту дату, 250 лица дня рождения этого человека, мы никак не могли. Наверное, эту дату не могли пройти все передовые умы нашего государства. Но так получилось, мы видим, что с экранов телевизора, в дни даже, когда было дни рождения Ивана Андреевича, мы видим всякую информацию, но только не об этом писателе. Поэтому наше отделение, как позиция партии Центрального комитета, в плане было грандиозно отметить, масштабно отметить день рождения Ивана Андреевича Крылова. Модератор конференции, заведующая литературой кафедры и журналистики Мария Зачучаева, также выступила с докладом. Конференция проходила в два этапа. На первом пленарном заседании с докладами выступили преподаватели. На секционном заседании свои знания проявили студенты и учителя школ. Также в ходе мероприятий обсудили широкий круг вопросов, связанных с творчеством Ивана Крылова. Его произведения остаются актуальными и сейчас. Это подчеркнули практически все участники конференции. Время Крылова, время, когда именно печатная страница имела, наверное, гораздо большее значение, чем сегодня десятки гаджетов, которые нам дают. Сегодня как раз таки вместе с ребенком нам дают уже такую массу целой цистерны ненужной информации. И нам необходимо научиться вот те выжимки, которые были у Крылова, чтобы они у нас оставались как остов тех мыслей, которые должны быть у нас. Цитаты из произведений Баснопесца превратились в пословицы. Его образы вошли в базовый культурный фонд, которым продолжает пользоваться вся русская литература. Лейла Ибзеева, Аслан Гирюгов, Мурат Джанкёзов. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск.